Сейчас, получается, у нас 20 лет прошло от того, что мы можем назвать началом пресловутой «Новой России», то есть, вот, крушение СССР. 20 лет. Вот представьте себе 20 лет после революции 1917 года. Ну, кстати, дата получится не очень приятная, 1937 год, так что особенно, так сказать, радоваться нечему, но, тем не менее, представьте себе, вот эти 20 лет общество изменилось полностью, и общество в каком-нибудь там 1935, 1936, 1937 году, оно жило с кучей проблем, с кучей страхов, ужасов, с репрессиями, но оно не жило воспоминанием о том, как было до 1917 года. Люди жили уже совершенно новой жизнью, новыми представлениями и новыми, может быть, проблемами. Что мы имеем в России сейчас? Мы имеем поразительные вещи. 20 лет – это же огромный отрезок времени. Это, ну, скажем, сопоставимо уже со всей советской историей. Если вся советская история, там, у нас 70 с чем-то лет, ну, 20 лет – это получается, ну, где-то треть советской истории, да, треть, почти треть. За это время могла бы возникнуть совершенно другая Россия, которая вообще забыла бы про Советский Союз, если бы это действительно была революция, да, если бы это был действительно тот общественный переворот, который на низовом уровне включил бы в себя какие-то возможности развития для общества. Проблема в том, что как раз никакой новой идентичности за 20 лет постсоветская Россия не создала, и не создала по очень простой причине – она не добилась некого успеха, некой победы, которая бы оказалась значимой и позитивной в сознании большинства россиян. То есть то, что является победой для одних, является катастрофой и бедствой для других, это всегда так. Но, понимаете, в 1917 году те, кто проиграли, они как бы, так сказать, либо покинули страну, либо были уничтожены, либо были разгромлены политически, и они перестали влиять на общественное мнение. В 1991 году такой радикальной победы на самом деле не было, и не потому, что не хотели это сделать, не потому, что не хотели радикально, так сказать, жестко выкорчевать все следы коммунизма, потому что не смогли. Они смогли почему? Потому что все это было очень глубоко укоренено в российском постсоветском обществе. И это было укоренено в образ жизни, в интересы миллионов людей, которые где-то активно защищали вот эти старые формы, где-то саботажем, так сказать, препятствовали попыткам все это убрать, где-то игнорировали, и в итоге получилось так, что, в общем-то, ценности и идеология постсоветского торжествующего либерализма, например, то, что мы имеем в 1991, 1994 даже году, несмотря даже на кризис 1993-го, эти ценности не стали доминирующими ценностями общества. Более того, они обществом отторгаются. И хуже того, с точки зрения господствующих идеологов, они отторгаются чем дальше, тем больше. И это, кстати говоря, не значит, что, например, Советский Союз обязательно вызывает такое позитивное отношение. Но вот сейчас, например, на мой взгляд, правящие круги сделали очень большую ошибку, устроив большой юбилей Ельцина. Потому что самое лучшее было бы в данном случае помолчать. Потому что сейчас, например, если еще 1991 год, можно сказать, август 1991, в нем были какие-то красивые, яркие моменты, он выглядел все-таки как демократическое движение, то мы же не можем отделить Ельцина от 1993-го года. То есть, мы можем сказать, хороший Ельцин был в 1991-м году, когда он вылез на танк и сказал, что демократия – это хорошо. А вот плохой Ельцин был в 1993-м, когда он из таких же танков по тому самому парламенту, который защищал в 1991-м, начал палить. Хороший Ельцин, будем о нем помнить, а плохого Ельцина мы забудем. Так не бывает. И, естественно, то, что было потом, гораздо важнее того, с чего все начиналось. Соответственно, в массовом сознании, конечно, фигура Ельцина является мрачной, негативной, отталкивающей, и фигурой, которая воспринимается как позорная для современной России и вообще для русской истории. И с этим ничего нельзя сделать. То есть можно тысячу фильмов снять в защиту Ельцина, все их показывают по телевизору, можно напечатать огромными тиражами книги, реабилитирующие Ельцина. Это будет иметь только обратный эффект. Это будет, скорее, только раздражителем. Это будет наталкиваться на стену общественного сопротивления, морального неприятия. И, на мой взгляд, вот это очень большая ошибка сейчас именно в правящих кругах делается, что решили Ельцина как-то реабилитировать, вопреки настроению большинства граждан. Лучше было бы либо промолчать, либо залить такую вот взвешенную нейтральную идеологическую позицию. Вот как я сказал, что были хорошие моменты, были плохие моменты. Но вот знаете, как вот Дэн Сяопин обращался с Бао Цзэдуном, настолько-то процентов был хороший, настолько-то плохой. Но когда пытаются Ельцин представить в качестве фигуры чисто позитивный, то ответом может быть только одно. То есть сугубо негативное отношение к Ельцину, и это отношение будет воспроизводиться тем больше, чем больше будут пытаться Ельцин изобразить позитивным героем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова